Всем привет, с вами Надежда Черная, и сегодня у нас последнее желание злодейки, и это девятая серия второго сезона. Мы приближаемся к финалу второго сезона, и я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором мы обсуждаем разные визуальные новеллы, так что welcome. Не забывайте подписаться на мой ютуб-канал и поставить лайк на данное видео. Но, давайте не будем тянуть, поехали! Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Серия девятая. Рокировка. Чтобы проникнуть в самые темные тайны королевства Мортиан, придется сблизиться с его королем. Но далеко не все секреты стоит раскрывать. Они могут скрывать смертельную опасность. Типа войти не в ту комнату. Раз, два, три, четыре, пять. Колдуна иду искать. Раз, два, три, четыре. Глаза прячет золотые. Раз, два, три. Раз, два, три. Проиграть не смей, пари. Раз и два. Раз и два. Я его почти нашла. Раз, два, три, четыре. Быстро счет дошел до раз. Сказка кончится сейчас. Может это намек на то, что нам надо объединиться, чтобы найти господина Никто? Казалось, вся бальная зала погрузилась в тишину. Десятки глаз были обращены к королю Мортиану и неизвестной леди, стоявшей перед ним. Ева почувствовала, как от его ледяного взгляда мурашки ползут по телу. Она будто бы вновь стала маленькой девочкой, той, что больше всего на свете боялся разочаровать любимого отца. Неудивительно, что драгон стал таким нелюдимым и замкнутым. В этот момент рука, затянутая в перчатку, властно обхватила ее ладонь и, не дав опомниться, втянула в танец. Взглядом она попыталась найти своих товарищей, надеясь увидеть в них поддержку. Но столкнулась лишь с полным слез глазами Виверн. Она так и не поняла, почему отец отверг ее опасения. Куда вы смотрите? Пальцы жестко обхватили ее подбородок. Вы танцуете со мной и должны быть сосредоточены только на мне. Прошу прощения, Ваше Величество. Вы выглядите напуганной, что вас беспокоит? Правдивый ответ, вежливый ответ. Ну давайте вежливый. Мне никогда прежде не доводилось танцевать с королями. Боюсь от волнения отдавить вам ноги, милорд. Одна постаралась улыбнуться как можно простодушнее. И, кажется, Мортиан купился на эту ее маску. А вы знаете, как стоит держать себя в обществе сильных мира сего? Не стоит переживать, я не убью вас за испорченную обувь. Король сказал, оказался прекрасным танцором. Пожалуй, скрипя в сердце, Ева вынуждена была признать, что в мастерстве он превосходил всех ее прежних партнеров. Вау! Но почему он пригласил на танец именно меня? Заподозрил что-то? Или это какая-то проверка? Может и то, и другое? Внутреннее напряжение росло в ней с каждым шагом. Эта невыносимая неизвестность сводит с ума. Ваше Величество, я... Молчите. Я не ждал, что вы появитесь так скоро. Ева ощутила, как начищенный паркет уходит из-под ног и едва не сбился ритма. Вы не спросите, как я узнала о вашем появлении? И как же? Дело в том, что... Я видел вас во сне. Ну, конечно. Сель пробрался в головы абсолютно всех персонажей. Она подозревала что-то подобное, но... Услышать подтверждение своим мыслям было крайне неприятно. Ах... Насколько проще, когда твой противник обычный персонаж, а не мистическая сущность. Просто закатанные глаза. А вы, кажется, не удивлены? Значит, сны были правдивы. Вы в самом деле ведьма? Вы не думали, что их внушает вам злой дух или божество? Хотите сказать, что вы не ведьма? И в вашей жизни ничего не стоит? Осторожность делает тебя излишне мягкой. Ладонь короля угрожающе скользнула к шее девушки. Большой палец надавил на ключицу. Нет, я... Я попала сюда из другого мира, поэтому можно сказать... Я ведьма, да. Каждое ее слово, казалось, дело лишь хуже. Не похоже, чтобы он хотел сжечь меня на костре. Что же ему нужно? От прикосновений и взглядов Морти она бросала в холодную дрожь. Мне было предсказано, что вы измените мою судьбу. Судьбу? Да, мне предназначено раз за разом терпеть поражение от рук моих врагов. Неужели он говорит о сюжете книги? Сейль поведал ему о финале истории? Но теперь, когда вы здесь, моя судьба изменится. Что вы хотите от меня? Останьтесь при моем дворе. Живите в богатстве и роскоши. И помогайте мудрыми советами. Развить тех, кто никогда, некогда покусился на мою власть. Какое заманчивое предложение. Да он самолюбезность. Я должна согласиться, отказаться, поразмыслить. Вот эти вот развилки бесплатные, самые подозрительные и опасные, считаю. Я должна согласиться, отказаться, поразмыслить. Если мы откажемся, он может в штыки просто все это принять. Тоже не очень. Согласиться или поразмыслить. Вот, я думаю, что-то из этого. Если поразмыслить, может просто запереть, чтобы мы подумали. Давайте поразмыслить. Это предложение стало для меня неожиданностью. Дайте мне немного времени, ваше величество. Как жаль, что ваше мнение в этом вопросе не учитывается. О, я же говорила. Мортин подсылал ее ладонь. И это прикосновение пронзило девушку до самого локтя, словно она окунула ручку в лед. Вы прибыли вовремя. Сегодня поворотный день в истории моего королевства. Что вы имеете ввиду? Сейчас вы все узнаете. И он под взглядами гостей и подданных вышел с интерзала. Голос его зазвучал гулко и величественно. И с каждым словом его чувствовал накатывающий ужас. Я рад приветствовать вас на великом зимнем бале. Все танцующие позабыли о своих партнерах и подались ближе к королю. А девушка воспользуется лучшим, чтобы затеряться в толпе. Прежде чем праздник продолжится, я бы хотел поделиться с вами радостной вестью. Сегодня важный день в истории наших славных земель. Что он задумал? Мне не нравится выражение его лица. С гордостью я хотел бы объявить, что очень скоро вражде между королевствами Мортиан и империей Рейн придет конец. О чем говорит этот безумец? Он собирается объявить Рейн войну? Эйден, возникший за ее плечом, едва сдерживал гнев. Его глаза полускрытые маской пылали. Тише, твои слова могут принять за измену. Я убью его, даже если это будет стоить мне жизни. Но Ева даже не слышала их голосов. Все ее внимание было сосредоточено на Мортиане. Она чувствовала приближение катастрофы. Новый мир скрепит семейные узы, и империя станет частью великого северного государства. Так вот зачем он похитил Лучею? Он хотел использовать ее как ключ к власти. Неужели он собирается обвинчать ее с драгоном? Ты переживаешь за драгона? Ля Мортиана. Он не сын, а всего лишь разменная монета в политических играх. Но я не отдам его. Он мой. Свой нетерпеливый рукоплескание вновь прорвался зычный голос короля. Слова его прозвучали, будто приговор. Принцесса Лучея Девильрейн в скором времени станет моей женой. Тра-та-та! Молчание опустилось на зал. Тяжелое и густое, как снег на горных вершинах. Но через мгновение лавина аплодисментов и крика хафф от тела дворец. Толпа бросилась поздравлять властителя с удачным династическим мраком. Только Ева и ее спутники стояли словно громом пораженные в глазах всех пятерых застыл ужас. А равен был словно особенно близен. Чувства принца ключи все еще не остыли. А по-моему говорилось, что уже все. Ну ладно, ладно. Может быть баг какой-то. Сколько еще несчастья должно свалиться на голову этой невинной девушке? Он спятил. Он умен. Бедная Лучея. Давайте последнее. Все-таки жалко ее. Ее отца убили у нее на глазах. Потом похитили, а теперь... Осядывались замуж за вероломного убийцу, который старше ее лет на 30. Она слишком хорошо помнила едва зародившуюся между ними сестру и робкую дружбу. И желание спасти Лучи вспыхнуло в ней в сто крат сильней. Если Мортин и в самом деле женится на принцессе Рейн, у империи Фитслан не останется и шанса на победу в грядущей войне. Как вы можете? Несчастную девушку хотят выдуть замуж за злобного старика. А вы думаете лишь о политике? Я не собираюсь извиняться за то, что жизнь капризной девчонки забудет меня меньше, чем благополучие моей страны. Казалось, Эйден и Эмми готовы были сцепиться друг с другом здесь и сейчас. Равен, стоявший рядом, был смертенно бледен. Даже маска не могла этого скрыть. В таком ужасном состоянии Ева не видела его со времен встречи со странным владельцем книжной лавки. А Драгон, на него и вовсе было страшно взглянуть. Людвиг солгал. Отец не ждал меня. Он просто забыл о моем существовании. Так отомсти ему. Нет, ничего проще. Заставь его на всю жизнь запомнить твое лицо и имя, уничтожив его коварные планы. Эйден готов поддержать Драгона. Леди Лиза права, брат. Этот человек уже давно перестал быть твоей семьей. Драгон, не веришься, взглянул на юного принца. Словно ждал от него подвоха или насмешки. Но глаза Эйдена были необычайно серьезны. Время утекает, мы должны спешить. Если Мортина решит презентовать свою невесту народу, это уничтожит наш план. Ева крепко охватила пальцы Драгона. Они были холодны как лед. Тебе нужно всего лишь помочь нам найти Леди Катарину. Чем быстрее мы поговорим с ней, тем скорее покинем это место вместе с Лучьей. Ах да, у нас же здесь загадка с двумя близнецами. Ошибка будет стоить, дорогого. Сестра Катарины не станет нам подыгрывать. Ты сможешь задать только один вопрос из трех. Что любит, что ненавидит, к чему склонна. Что любит. Давайте что любит. Хорошее вино и обычные наряды. Твоё платье точно привлечёт внимание притворной дамы. В этот момент я бы невольно обрадовалась тому, что столько усилий потратила на свой внешний вид. Что ж, думаю, с этим можно работать. Она с прищуром взглянула на двух сестёр. Одна в карминово алом, другая в белом. Что вы придумали, Миледи? Нужно проверить её, поговорить с ней. Пригласить на танец. Давайте пригласим на танец. Позвольте вызваться добровольцем, Миледи. У нас, короче, Эйден в этом обновлении отдувается за всех. Танцуют со всеми. Хотя, в принципе, мы вообще с королем Мурденом танцевали. Поэтому там тоже вопросов как бы не должно быть. Уверяю вас, мне под силу очаровать любую даму. Мне не нравится ваш энтузиазм. Неужели так не терпится потанцевать с другой женщиной? Неужели вы ревнуете, Леди Лиза? Это просто музыка для моих ушей. Ты в самом деле ревнуешь младшего принца. Вот это да. Она в ответ насупилась видеть Эйдена в объятиях другой женщины. Ей совсем не хотелось. Вы не должны так переживать, моя дорогая. Ни одна женщина в мире. В моих глазах никогда не сравнится с вами. В подтверждении своих слов он оставил на ее ладони горячий поцелуй. Возвратился Эйден спустя 10 минут. Да нельзя довольный. Он протанцевал чудесный тур вальсов с Леди Белым, которая с радостью откликнулась на его предложение. Ева едва сдержалась, чтобы не расцарапать даме лицо. Настолько откровенно она флиртовала с принцем. Леди же в красном только жестко ему отказала. Отлично, думаю, с этой информацией тоже можно работать. Так. Вы догадались, какая из них та самая леди? Думаю, женщина в красном. Типа потому, что она не стала танцевать, как бы ждет, пока мы к ней подойдем, наверное. Ну и платье привлекло, да? Ее, по-моему, если не ошибаюсь. Пригласим ее на приватную беседу и все выясним. Ева решительно направилась к притворной даме. Ей не терпелось наконец покончить со всеми загадками. Напряжение в груди росло с каждой минутой. А перед глазами все еще стояли строки и странные шкатулки. Кто бы ни стремился спасти принцессу, у них оставалось все меньше и меньше времени. Типа тянуть нельзя вообще. Никак. Просто тоже коридор, считайте. Галерея, простите, да. Казалось, с тех пор, как Ева и ее спутники прибыли во дворец, снегопад лишь усилился. В больном платье находиться в открытой галерее была зябка. И придворная дама то и дело ежилась от холода. Чтобы не пугать ее большим количеством людей, Ева взяла с собой лишь драгона. Но тот умело скрывался в тенях до поры до времени. Вы наблюдали за мной весь вечер. Думала, уж не решитесь подойти. Кто же вы такая и что вам нужно? В глазах леди не было ни капли страха, лишь холодное любопытство. А девушке в таком прекрасном наряде я готова выслушать что угодно. Можно ее к себе забрать? Ладно. Ева ощутила заинтересованный взгляд на своих плечах и шеях. Я прошу прощения, что отвлекла вас от праздника, миледи. Но кое-кому хорошо вам знакомому нужна помощь, и только вы можете ее оказать. В этот момент из тени коридора выступил драгон. На днем не было маски. Лаза опасно сверкали, отражая пламя свечей. Ты? Кэт. В этом обращении я ощутила целую историю. Короткое, фамильярное. Оно упало, словно капля в глубокий колодец, наполненный тоской и печалью. Драгон видел эту женщину впервые со времен своего изгнания. Он скучал по ней. И она, судя по отведной улыбке, тоже была рада ему. Я так давно не видела тебя, мой маленький дракон. Иди ко мне. И Ева с удивлением увидела, как драгон без лишних приглашений обнял женщину. В этом объятии не было ничего страстного или сексуального. Так обнимает мать после долгой разлуки. Я не думала, что он может быть таким нежным с кем-то. Хотела бы я узнать историю их знакомства и дружбы. Наконец объятия распались, и Катарина взглянула на молчаливую доселе девушку. Представишь мне свою спутницу, драгон? Я любовница! Интересно, интересно. Ну, если у нас есть выбор за сердечки, надо что-то выбрать. А что, друг или любовница? Интересно. Блин, в горноте выбрать любовницу? Я надеюсь, меня никто там потом... Ладно. Не опрокинясь этим. Давайте последнее. В самом деле, Гу и Катарина расплались в соблазнительной усмешке. И каков мой маленький дракон в постели. Кэт. Великолепен. Великолепен. Он оказался неожиданно талантливым учеником. Драгон оказалось, едва сдерживался, чтобы не вылететь из галереи пулей. Не думала, что кому-нибудь удастся укротить его нрав. Мне даже захотелось узнать вас получше, юная леди. Придворная дама осмелила их обоих оценивающим и задумчивым взглядом. Значит, вы пришли ко мне за помощью. И я готова предположить, что помощь нужна в первую очередь вам, милая леди, а не дракону. Вы весьма проницательны. Катарина и в самом деле отличалась острым умом, а значит была опасным соперником. Но и весьма грозным союзником в то же время. В таком случае пойдемте со мной, леди. Я хочу поговорить с вами наедине. Опа. И девушке не осталось ничего иного, кроме как последовать за придворной дамой. Она лишь надеялась, что ее отсутствие с принцами и Эмми не произойдет ничего необратимого. Виноват цвета бархат, мягкая мебель и душистые благовония. Женщина не отказывалась себе ни в чем и знала цену своему комфорту. И картина, походу, тоже с ней. С особым восторгом Ева отметила висящий над камином портрет Катарины с тигром. Вот да. В одном месте подобное выглядело бы почти вульгарно, но этой женщине необъяснимым образом ушло. Нравится? Мне пришлось позервать много часов, и этот котенок оставил мне на память несколько порезов своими ногтями. Тигр был настоящим? Ну, конечно, не терплю фальши ни в чем. Надеюсь, вы тоже? Ловив намек, Ева кивнула. Вы пожелали встретиться со мной наедине. Позвольте узнать, зачем. Маленький дракон попросил посодействовать вам, но прежде чем согласиться, я бы хотела знать. Кому именно я помогаю? Что вы за человек? Тем временем время просто капает. Вопрос был прямолинейным, и в этом крылась его опасность. Ева ощутила, как от волнения начинают холодить пальцы. Под взглядом этой взрослой, без сомнения мудрой и хитрой женщины, ей было не по себе. Да, дракон доверяет ей, но это не значит, что и мне можно ей довериться. Вдруг она изменилась за эти годы, что о ней не виделись. Могу ли я раскрыть ей, кто я, и свои цели? Рассказать правду, рассказать полуправду, рассказать красивую ложь. Блин, но она не терпит, сказала фальши. Вот это вот. В общем, либо рассказать правду, либо рассказать полуправду. Вот, я вот думаю. А рассказать правду, это получается, вместе с тем, что мы из другого мира, думаю, это немножечко не очень. Если в этом моменте, конечно. Просто с одной стороны, вдруг она хочет узнать действительно правду. И она поможет только, если узнает правду. Давайте расскажем правду. Мое имя Элиза Девильрейн. Кровавая предательница. Возможно, вы слышали обо мне. А вас не слышал лишь глухой в этих краях, милая. Та, что капли яда свергла с трона нашего злейшего врага. Вы в самом деле сделали это? Нет, меня подставили. И я здесь, чтобы восстановить свое доброе имя. Лишь один человек может подтвердить то, что я не причастна к смерти императора Рейн. Глаза Катарины осветились догадкой. Вот оно что, принцесса Лючия стала свидетельницей убийства Якова Рейн. Она знает, что вы невиновны и, что самое главное, ее словам поверит народ. Да. Что ж, вы в самом деле в тяжелейшем положении. Учитывая, что Мортин бережет свою юную невесту, как зеницу ока. Все так и есть, надеюсь, вы поможете мне. Женщина улыбнулась. Улыбка эта была туманно-печальной. Леди Катарина запомнит твою откровенность. Благодарю вас за честность. Придворная дама склонилась над курильницей, вдыхая приторный аромат. После чего взглянула на собеседницу из-под густых длинных ретниц. Я воспоминалась. Она не привыкла получать подобную. Испытывающие и оценивающие взгляды от женщин. Кажется, ее совершенно не интересуют мужчины. Я помогу вам. Вы найдете лючию в северной башне. В той, что принято называть башней луны. Дракон знает, где она находится. И проведет вас. Но поспешите на рассвете. Мортин захочет провести венчание. Ёшкин. Это все. Я даже помогу вас бежать после. Сев за небольшой столик, она наскоро начертила что-то на листке бумаги. Здесь я описал дорогу к Тайному Причалу. Там вас будут ждать лодка. Так, чтобы вы смогли уйти по каналам. Все идет по плану. И так просто. Я начинаю тревожиться. Да, после финала первого сезона. С вашей стороны это очень мило. Но почему? Не слишком ли много помощи? Потому что нет в мире ничего слаще, чем месть. В никому не нужной войне Мортина я потерял своего сына. И драгон заменил его. Но я была обречена в виде, как изо дня в день его унижают и равняют землей. Только освободившись от огнет отца. Мой дракон будет счастлив. И я желаю ему этого больше всего на свете. Так что надеюсь, вы разобьете сладкие мечты тирана и благополучно сбежите. Ева слушала это, затоив дыхание. Ее поразило, сколько боли скрывалось за идеальным обликом придворной дамы. Но не только это сколохнуло в ней любопытство. Эта женщина видела драгона мальчишкой. Она знает о нем то, чего не знает никто. Так интересно было бы узнать о нем побольше. То, что не прописано автором в книге. Ева давно заметила, что истории персонажей были куда богаче. И противоречивее, чем то, что описывала оригинальная книга. Вы хотите о чем-то спросить меня, милая? Расспросите драгон? Давайте. Каким он был в детстве? Неужели этот одинокий бум нашел ключ к твоему сердцу, дорогуша? Драгон, нравится тебе? Хм... Леди Катарина опустилась на один из своих великолепных мягких диванов и поманила девушку к себе. Да, чуть смутившись, села рядом. Я помню драгона с юных лет. Он был весьма эмоциональным юношей. Любил привлечь к себе внимание разными шалостями, но получал лишь бесконечные взбучки. Какими бы злостными не становились его проделки, от отца ему так и не удалось добиться ничего, кроме презрительных взглядов. Сестра, наверное, тоже самое сейчас делает. Поэтому он так на нее посмотрел, отец, и все, она сразу разошла. От этих слов все в душе девушки болезненно жалость. Слишком знакомыми были эти чувства. Только она старалась быть хорошей девочкой, заслужить успехами, любовь отца. Драгон выбрал другой способ, но поплатились они оба одинаково. Я присматривала за этим глупым мальчишкой, лечила ему порезы, прятала от губернанток. Он стал мне сыном, которого я потеряла. Печаль наполнила взгляд женщины, и я ощутила укол сострадания к ней. Почему же Мортин решил отправить сына в Фитцлан? Как это произошло? О, все дело в одном неприятном происшествии с юным Людвигом. Отец его погиб в бою, и Мортин вырастил мальчишку как собственного сына, в память о бывом товарище. Драгон ревновал внимание отца. Ревновал? Слишком мягко сказано, милая моя. Он был в бешенстве. И как-то раз, поддавшись гневу, попытался убить его. Мортин лишь воспользовался удобным случаем, чтобы избавиться от нелюбимого сына. Нашему королевству нужна была передышка после кровавой войны и гарантия длительного мира. Драгон и стал такой гарантией. Это ужасно. Не верится, что отцу он был настолько безразличен. На самом деле, я почти обрадовалась, когда Мортин отправил сына в империю Фитцлан. Почему же? Надеялась, что без его мрачной тени за плечом Драгон сможет вырасти хорошим человеком. Неужели я ошиблась? Ева замолчала, подбирая слова. Она не знала, что ответить. Он жесток страдает, нашел друзей. Давайте ее обрадуем, скажем, что он нашел друзей. С ним рядом есть люди, которым он не безразличен. Так что, возможно, когда-нибудь его боль и злость утихнут. Я могу лишь мечтать об этом. Мой бедный мальчик. Повисло недолгое молчание, наполненное тихим взаимопониманием между двумя женщинами. Наконец, Катарина заговорила снова. Драгону стоит как можно скорее покинуть королевство. Морти нам большие планы. И все они сделают моему маленькому дракону лишь больнее. Что он задумал? Он собирается обвенчать Виверн и Людвига сразу после дебюта принцессы. Ешки. Чтобы таким образом породниться с этим безумцем и в будущем сделать его своим наследником. Типа через дождь, да? Впрочем, я уверена, он не оставил надежд на рождение сына. Он хочет заделать лючье ребенка? О, несомненно. Его поморщилось преодолевшее нахлынувшее отращение. Разговор оставил ее в тягостных чувствах. А оставалось лишь одно, что беспрестрано беспокоило девушку. Скажите, Катарина, вы согласились нам помочь лишь из симпатии к Драгону? Или у вас есть свои мотивы? Но она же сказала отомстить. Ну, конечно, они у меня есть. Как бы я жила во дворце без своих мотивов, милая? Насмешливая теплая улыбка слынула с губ женщины, сменившись ледяной серьезностью. Я ненавижу Мортиан. Он враг нашего королевства. Когда-то он был великим правителем. Но те времена прогресса давно прошли. Теперь он стар. И грезит войной, которая погубит всех нас. Если в моих силах помешать ему, или хотя бы сделать его победу чуть менее сладкой, разве я могу отказаться? Вы слишком умны для этого жестокого места, миледи. А вы слишком красивы? Не тратьте более ни минуты. Позже, если у вас все получится, я найду способ встретиться с вами. Чтобы в благодарность получить ответную услугу. Ее порочные губы растянули соблазнительные улыбки. И Ева ощутила смущение. Никогда прежде она не встречала таких спокойных, властных и мудрых женщин. Спасибо вам. Я жмякую. Я бы хотела по-особенному отблагодарить вас, если позволите. В самом деле. А как же наш одинокий волк? Я видела, как он смотрит на вас. Он влюблен как мальчишка. Ему не обязательно знать об этом. Катарина весело рассмеялась. Смех у нее был женственным и низким. Приятно перекатывающимся в груди. Ева позволила себе беззастенчиво любоваться женщиной. Ее уверенной улыбкой. Ее полными губами и пышной грудью. На мгновение девушка подумала, что хотела бы стать такой, как она в будущем. Нравлюсь. Как и я вам. И самоуверенно улыбнувшись, она поцеловала раскрывшиеся ей навстречу красивые губы. Аромат экзотических благовоний, исходивших от тела женщины, кружил голову. Она погрузилась в него, словно в жаркое марево. Пальцами отвела несколько придей волос с шеи Катарины, чтобы обхватить ее ладонями и притянуть еще ближе. Я думала, может там щелку, но тут не просто так. Целовала женщина изумительно, дразнящая. Как умеет целовать лишь женщины? Сперва в поцелуе вела Ева, скользила языком в жаркую глубину. Потом инициативу напористо захватила Катарина, оставив несколько жалящих укусов на нижней губе девушки. Затем они снова поменялись, и еще раз, пока дыхание окончательное не сбилось у обеих. Благодарность принята. Все. Главное, мы отблагодарили. Там уже не должны, да и ладно. Надеюсь, произошедшее останется между нами. Ей пришлось потратить несколько минут на то, чтобы стереть следы помады со щек и привести волосы в порядок. Зависит от вашего поведения, милочка. Надеюсь, у вас все же получится. Желаю вам удачи. Прощайте. И главное, последний совет от меня. Если вдруг все пойдет не по плану, и Мортен схватит вас, попытайтесь расстаться с жизнью, вместо того, чтобы попасть к нему в плен. Этот подлый человек умеет ломать людей. Жесть! Это спойлер? Не беспокойтесь, леди Катарина. Я не собираюсь проигрывать. Ни ему, ни кому-либо еще. Весело усмехнувшись, Ева опустилась перед придборной дамой в глубоком реверансе, после чего поспешила к своему друзьям. Теперь нам известно, где Лючи, и осталось лишь спасти ее. Держись, сестренка, я иду за тобой. И там ее уже, скажем, договорили. Леди и Лиза, наконец-то! А мы уже планировали выбить дверь и вызволить вас из плена. Они все ждали ее в той самой галерее, где Ева оставила драгона. Равен тревожно разглядывающий горы, Эйден легкомысленно уставившийся на каменный парапет, ими беспокойно расхаживающая по коридору, и сам безродный принц Мортиана, смешавшийся с тенями. Все они, отложив размолвки и горячность, доверились ей, и вместо того, чтобы рисковать рваться вперед, терпеливо ждали. Разве в самом начале нашего пути я могла подумать, что все закончится этим? Бурные ссоры под дождем, ссоры, перераставшиеся в дуэли, взаимные обвинения переросли в некое подобие дружбы, и Ева неожиданно ощутила, как это глубоко тронуло ее. С вами все в порядке? Да, просто ответить честно. Давайте ответим честно. Я счастлива, что у всех нас был шанс узнать друг друга получше. Чем бы сегодня все не закончилось, мы прошли большой путь и изменились в лучшую сторону. Звучит упаднически. Не находят? Не находите? Ничуть. Кэт сказала, где искать ключи. Да, ее держит в башне луны. Ты знаешь, где это? Недалеко отсюда. Поспешим. Драгон как-то резко и по-звериному дернул головой. Благодаря ясности ты смогла заметить состояние Драгона. Было в его движении что-то тревожное и беспокойное. Ева нахмурилась, глядываясь в мужчину. Но тот, казалось, совсем от нее закрылся. Что-то произошло, пока меня не было? Он ведет себя странно. Вдруг он с Людвигом там что-то сговорился? Быть может, его слишком ранят воспоминания из прошлого? Боюсь представить, как бы я себя чувствовала. Встретимся вновь со своим отцом. От одной мысли об этом ее охватили противоречивые эмоции. Страх и ненависть неразрывно переплетались с желанием увидеть его. Узнать, не изменился ли он за прошедшие годы. И если будем медлить, можем столкнуться с ночной стражей. Да-да, я знаю, хватит меня торопить. Раздраженно, сплеснув руками, она достала из складок платья записку от леди Катарины и протянула ее эмо. Я хочу, чтобы ты отправилась вот сюда. Там должна быть подготовлена лодка. Проверь все, нет ли никакого подвоха. Покидать дворец нам придется быстро. Я не хочу лишних проволочек. Слушаюсь, миледи, я буду ждать вас на месте. Блин, ей удобно в таком платье будет туда идти? Я вот думаю, не зря ли я взяла платье. Посмотрим. Постарайтесь быть осторожнее, у меня плохое предчувствие. Поклонившись напоследок, Эмми скользнула вниз по галерее и вскоре совсем скрылась из виду. Теперь мы можем наконец идти? В голове драгона прозвучало нетерпение. Да, теперь можем. Отведи нас с башней луны. Очень он подозрительный тут. Путь в северную башню лежал через несколько довольно запутанных галерей. К общему удивлению, драгон все еще отлично помнил их расположение, даже спустя столько лет отсутствия во дворце. Он вел уверенно и быстро, настолько, что Ева начала верить, что они доберутся до цели в считанные минуты. Но радость ее оказалась преждевременной. Тсс, замрите. Они все послушно застыли. И девушка увидела, что коридор, который ему нужно было преодолеть, проходит мимо небольшой залы. Там у некого подобия фонтана расположился не то никто иной, как Людвиг. Я даже не знаю, это было спланировано или нет. Случайность такая. Проклятие, только его здесь не хватало. Может, просто нападем на него? Против нас троих он не сможет сражаться? Не стоит его недооценивать. Он один из лучших стрелков королевства. Что, лучше тебя? Намного лучше. Ешкин, даже он признал это. Повисло, тягостное, полное раздумие молчания. Его украдкой, смотревшись лицо драгона, заметила наполнявшую его грусть и неловко отвела глаза. Шум может привлечь стражу. Мы не можем обойти его. Нет, забудь. Я отвлеку его, чтобы вы могли пройти. Я бы в удивлении вскинула на драгона взгляд. Но ты должен проводить нас до башни. До нее осталось всего несколько пролетов. Не заблудитесь. А Людвиг? Он умен и хитер. Я не хочу, чтобы он стал нашей проблемой. Ты переживаешь за драгона? Он может тебе навредить? Она неловко вцепилась в локоть драгона. Настолько я не хотелось отпускать его. И к ее удивлению он ответил на прикосновение. Накрыл ее пальцы своей широкой ладонью. Вы же доверяете мне, моя госпожа? Конечно, да. Тогда верьте ей в то, что со мной ничего не случится. Не позволяй Людвигу играть с твоими чувствами. Что было, он... Что бы он ни сказал о тебе и твоем отце, неверимо. Это приказ, ты понял меня? Слушаюсь, моя госпожа. Я не хочу, чтобы он нас предал. Серьезно. Потому что там постоянно было... На вашей ли он стороне? Действительно ли вы ему верите? Чтобы в нас поселились вот эти вот сомнения. И он с неожиданной галантностью поцеловал кончики ее пальцев. Прикосновение вышло обжигающим. Таким же, как взгляд из-под темных ресниц. Никогда не замечала, что у него такие длинные ресницы. И ты ну не нравится, что другой мужчина прикасается к тебе. Осторожнее, миледи. Как бы этот дикий волк не откусил вам пальцы. Младший принц ревниво прикипел взглядом к руке любимой, которой только что касались губы Драгона. Я не кусаюсь, если не гладить против шерсти. Я отвлеку Людвига и постараюсь увести подальше. А вы просто идите прямо и вверх по винтовой лестнице. Когда он уже собирался скользнуть в небольшую залу, его неожиданно придержали за плечо. Эй, Драгон. Он ожидал очередной насмешки вслед. Ничего больше. Но лицо Эйдена вдруг озарила мальчишеская улыбка. Не влипни, а в неприятности. Заклинаю тебе. Он протянул мужчине ладонь для рукопожатия. Такой простой, но неожиданный жест. Займоотношения Эйдена и Драгона потеплели. Очень странно, учитывая, что они еще и ревнуют. Ну ладно. На фоне просто контестируют. До скорого, брат. Назвал Драгона братом? Бог мой, неужели у меня получилось? На ужасное мгновение показалось, что Драгон не пожмет протянутую ему руку. Откажется от примирения. Но вот он все же обхватил перчатку Эйдена своими крепкими пальцами. Скоро увидимся? Скорее, чем ты думаешь. И он скрылся. Даже как Эми совсем недавно. От того, как постепенно и неумолимо сокращалась ее команда, Ева почувствовала нарастающую тревогу. Равин и Эйден все еще были рядом. И она была уверена в том, что они смогут защитить ее и друг друга. И все же ей было куда спокойнее в пятером. Пойдемте дальше, Элиза. Нам осталось совсем немного. Надеюсь, вы обдумали все, что скажете принцессе. Вдруг она не будет нам рада? Сто процентов. Она может посчитать, что мы предали ее и бросили в лапах врага. Убедим ее, заставим силы, поговорю как друг. Ну, либо убедим ее, либо поговорю как друг. Я, честно, не помню. Мы с ней договорились дружить? Нет? Да? Давайте убедим ее, короче. Включение, когда мне не нравилось. Но она не глупа. Если она в своем уме и не околдована, она никогда не выйдет. По своей воле за старика. Поэтому мы просто расскажем ей правду. Райвен кивнул, одобряя такое решение. Поторопимся. Они прошли еще часть пути, как вдруг. Впереди послышали стихи и быстрые шаги. Только не снова. И руки, и без того ледяные. Начало мелко потряхивать. Нужно было срочно решить, как избежать подозрений. Отвлечь поцелуем. Кого? Кого надо целовать? Кого-то кто там или что? Отвлечь поцелуем. Ладно, окей. Идея была абсурдной, глупой. Кажется, Ева посмотрела ее в каком-то фильме. Там говорилось, что публичное проявление чувств смущает людей как раз то, что нужно. А так можно было? Давайте. Ловать обоих. Она одним движением притянула к себе Эйдена. Поцелуем впилась его распахнутая от удивления губы. Ммм? Из-за спины послышался взмущенный вздох Равена. Но не успел он скрыться. Как Ева оторвалась от нашего принца. И втянула старшего поцелу. Она целовала то одного, то другого, абсолютно бесстыдно, смешивая вкус обоих мужчин у себя на языке. Опыт был столь упомрачительным, столь странным, что она почти позабыла о приближающихся шагах. Ей хотелось продолжать, и чтобы четыре сильные руки скользили по ее телу. Ракова женщина. А подобное было в сериале Элита. Вот, да. Так что, если вам нужно, вы знаете, где искать. Кто здесь? Оу, прошу прощения. Знакомый голос тихонько взвезнул в удивлении. И краем глаза Ева заметила, как пятится прочь. Виверн, закрыв ладонями лису. Она все пылала от смущения. Это было забавно и чертовски мило. Ах, как неловко. Мы просто искали, где уединиться. Не отнимая ладони от глаз, сестра Драгона вновь заговорила. Это крыло закрыто для гостей. Вам лучше вернуться в бальную залу. Мы немедленно последуем вашему совету. Только приведем одежду в порядок. Я, кажется, испачкала подолплатье. Принцесса что-то совсем уж испуганно пискнула и убежала, едва не спотыкаясь. Бог мой. Кажется, мы будем сниться. Я как кошмары. Не едной. Впрочем, я еще не определился. Больше тройных веточек. Эндон выглядел трогательно растерянным. Он удивительно смотрел на... Удивленно смотрел на брата. Тот отвечал таким же, ничего не понимающим взором. А я бы как-нибудь повторила. Присоединяюсь. Лица бых принцев вытянулись в таком удивлении, что она не сдержала смех. Думаю, медлить больше нельзя. Эми и Драгон нас уже заждались. Как и Лючия. Она перевела взгляд на потолок. Где-то там, в холодной башне, томилась заключение принцессы. Как в сказке. Страшный Дракон похитил ее и собирался жениться на ней. Что ж, пришло время злодейке сломать клише и спасти главную героиню. Комната, где держали принцессу Лючия, выглядела столь же аскетично и строго, как и весь дворец Мортиана. Мрачное неприветливое помещение с огромными окнами, за которыми распростерлись горы. Ах, вот это да. Охраны у входа не было, лишь сложный замок, на взлом которого ушло немало минут. И все же он поддался мастерству девушки. Но тревога не отпускала всех троих. Все слишком легко. Не может не быть подвоха. А он есть. Мортин невероятно самоуверен, если не выставил сражу у двери. Любой жестокий тиран в определенный момент становится слишком самоуверенным. Так и рушатся империи. Согласно хмыхунов, я медленно вошла в пустую громадную комнату, полную воздуха и пустоты. Взглядом она искала Лючи, и чем дольше искала, тем тревожнее остановилась на душе. Помните, да, у нее вот эта вот заколка? И она такая, оу, убивать, убивать. Катарина нас обманула? Ах, она змея. Не-не-не, тут Лючи обманывают уже. Вдруг она заметила. На фоне гигантских пиков, смазанной легким снегобатом, Лючи совершенно потерялась. Она здесь, на тахте, не связана. Выглядит такой бледный. Она точно в порядке? Может, притворилась? Девушка подошла к пленнице, осторожно коснулась ее щеки. Кожа была пугающе прохладной. Я ждала немного другой встречи. Незаметно вынести ее будет сложнее, чем если бы она шла на своих двоих. Тик-так. Мерно текали часы на стене, словно подгоняя. Путая мысли, напоминая об утекающем времени. А в стеклах окон то и дело... Виделись смеющиеся от предвкушения золотые глаза. Ева едва взяла себя в руки и склонилась над сестрой. Кажется, дышит. Ты сохраняешь спокойствие. Думаю, ее чем-то опоили. Нет смысла ее тормошить. Собственное решение даже обрадовало ее. А объяснение можно было отложить на потом? Я понесу ее. Так будет быстрее. И он с легкостью подхватил крошечную принцессу на руки. Отлично, теперь поспешим к лодке. Эмми должна нас там ждать. Она сделала шаг к выходу. И замерла, услышав щелчок, от которого сердце ее, казалось, лопнуло на тысячу стеклянных осколков. Не двигайтесь, если хотите продлить свою жизнь. Что за фокусник тут? Людвиг наставил на них пистоль с резной рукояткой. Такой же изысканный и смертоносный, как он сам. А я все думала, где же подвох. Вот же он. Я вас жала, руки в кулаки, так что ногти до крови в пыли с кожу ладоней. И думала лишь об одном. Господин Людвиг, если вы здесь, могу я узнать, что случилось с драгоном? В глазах принца сверкал пугающий яростный огонь. Неужели вам не все равно, ваше высочество? А мой брат, пусть и не по крови. И если вы навредили ему, я убью вас. Равин осторожно уложил тело принцессы обратно. И со свистом вытащил из ножен свой меч. Драгон либо мертв, либо взят в плен. Иных вариантов нет. Нет, есть еще предательство. Нет. Нет, боже нет. Десятки жутких картин встали перед ее глазами. Драгон окровавленный или убитый. Мысли о том, что ты потеряешь драгона невыносимо. По ее вине, совсем недавно он был рядом. Только бы он был жив. Прошу, пусть только будет жить. Вы бы видели себя со стороны? Такие нелепые лица. На вашем месте я сгорел бы со стыда. Редко я видел, чтобы крысы так охотно шли в свою мышеловку. Ты знал, что мы придем за лючьей. И поджидал нас. И естественно, не стоило держать нас здесь за дураков. Мы знаем все о том, кто вы и откуда пришли, леди Элиза Девильрейн. Можете снять маску. Как и ваши спутники. Эйден и Равен Фитслан. Девушка зло сдернула с лица маску. Мысли ее скакали лихорадочно и нервно. Выискивая решение. Отлечь разговором. Напасть, бежать. Пускай переполох, зато останутся живым. Взглядом она дала Равену знак. Уверенная в том, что он поймет ее. Выжди момент, пока я заберу его внимание на себе. Тот кивнул в ответ. Сильнее жав рукоять меча, ему не терпелось напоить лезвие кровью. Так что, нас кто-то выдал. Договоримся. Ты придурок. Ну, либо первое, либо второе, я так думаю. Давайте, кто нас выдал. Дай угадаю, Дунка. Он давно идет за мной по пятам. Это же по заказу Мортина, он похитил Лючия. Ты смогла открыть сундук Дункана. И переписка. Кто-то месяцами промывал ему мозги, чтобы он предал императора Рейн. А ты не глупа? Я постаралась не спускать глаз Людвига, чтобы и он смотрел на нее в ответ. Лишь краем глаза она видела, как сдвинулись Равен и Эйден, готовясь к нападению. Ну, а в следующий миг они оба замерли. Из темного, как яма дверного проема, донеслись шаги. Кто-то приближался. Что ж, наверняка тебе любопытно, благодаря кому вы так легко попались в нашу ловушку. Сейчас познакомитесь. Ева жала кулаки, готовясь увидеть своего заклятого врага. Там драган, ну? Ни секунды она не сомневалась в том, кого увидит перед собой. Дункан. А, ну, ожидаемо, да, что он. Тот, кто уже один раз украл у нее победу и сделал это снова. Но это не он. Нужно было убить его, когда была возможность. Ну, уже, предатель, покажи свое подло лицо. Но из тени вышел. Ни Дункан. Hello. Ты? Но почему? Все, как я и обещал. Отец, они в твоих руках. Та-ра-та-та-та-там. Ветка с драгоном, прощай. Как вам серия? Из плюсов. Сцена с двумя принцами. Это плюс. Предательство драгона это определенный минус. Все-таки мне хотелось, чтобы он был на нашей стороне. Как-то изменился. Даже если на него надавили. Если даже там пообещали золотые горы. Но зачем мы вообще тогда к Атарине отошли? Ну, короче, очень странно, да. Странный такой поворотик. Не хотелось это видеть. Но, тем не менее, мы это видим. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Даже не забывайте подписываться. Можете что-нибудь хорошее написать. Но, я говорю вам, до скорых встреч. До новых серий. Субтитры сделал DimaTorzok